Всем привет, дорогие друзья! Сегодня копилку наших успешных ремонтов пополнил такой вот ноутбук. Проблема у него изначальная была, не работали два USB-порта на боковой панели. А так как у нас эти порты уходят напрямую в хап, здесь установлен комбинированный процессор, то без замены процессора здесь было не обойтись. Но мы нашли способ попроще. Не менять же процессор стоимостью 10 тысяч рублей ради каких-то USB-портовых. Погнали! Как мы видим на кадрах, тестер нам показывает короткое либо заниженное сопротивление по информационным линиям USB-порта и, соответственно, порты у нас работать не будут. Вся эта процедура не более чем эксперимент. Наш заказчик осведомлен на всех возможных рисках, так как деградация процессора в конечном итоге может продолжиться и могут выйти из строя как остальные порты, так и сам процессор. USB-порты 3.0 с левой стороны ноутбука, как мы видим, на кадрах у нас исправно работают. Давайте сейчас замерим сопротивление на наших дросселях. Мы просто идем на дат-линии, что у нас на дат-линиях. На первой линии 2.4 кОм, на второй 8 мОм. Разница налицо. Вторая линия почти короткая. И вторая линия 8 мОм. В ходу нормального сопротивления на этих линиях 8 мОм. Пересаживать мы будем... Показываю барбель. Здесь вот незадействованные линии. Что у нас незадействованы? Она идет на тачпад и если будет установлено на этот... Идет на тачпад? На тачпад, а на тачскрим. Здесь нет тачскрина, он у нас незадействован. И нет 4G модуля. Так что, в принципе, можем его спокойно использовать. И будем сажать его сейчас сюда. Вот, сейчас давайте делаем замеры на этих точках. Вот они. И смотрим. Спротивление. Наши 8 мегалов. Вторая. Наши 8 мегалов. Линии справа D. А блин. Вот мы. Разъединили линию. И кинулись прямочек. Давайте теперь посмотрим сопротивление нашей. Линия 8 мегалов. И здесь уже 8 мегалов. То есть, по идее, сейчас даты линии у нас должны быть исправны. Итак, мы протянули сейчас нашей линии USB. Один мы использовали от отпечатка пальца. Второй мы взяли с той стороны. С блютуза. Соответственно, отпечаток пальца теперь в блютуз. У нас не будут работать. Зато будут два USB работать. Сначала мы хотели припаяться. Точнее, припаялись к нераспаянному. Точнее, не используемому на этой плате тачскрину. Здесь такой же аппарат, но с тачскрином. Здесь он не используется, но он сидит на линии USB. Собственно. К нему припаялись, но инициализация у нас была кратковременная. И потом порт переставал работать. Собственно, наверное, с ним тоже какие-то проблемы. Либо проблемы уже на уровне биоса. Возможно, он его как-то отключает. Хотя он напрямую идет в сам хаб. Но вот использовали отпечаток и блютуз. Потом мы это облагородим нормальными проводами. И все это заклеим скотчем. Разумеется, все это после голосования с заказчиком. Ему такой вариант более чем приемлемый. Да. И также это эксперимент. Посмотрим, сколько он проработает, пока не помрет окончательно наш процессор. Фоткового у нас уже нет. Включаем. Натализация есть, я матрицу не включил. Потом, когда уже все соберем. Так, все, я отключаю. Сейчас второй программ. Также у нас все в порядке. Подключаем. Включаем. Идем. Все хорошо, все работает. Ну вот, используем вот такие вот проводы по шлейфу-матрице. Сейчас мы его закрепим скотчем. Вот так он все будет нормально. Вот так это выглядит. Вроде бы аккуратненько. Итак, мы окончательно собрали ноутбук. Вот сейчас в наших портах. Стоят сразу два USB-устройства. Это флеш-накопитель. И адаптер от такой вот клавиатуры беспроводной. Все прекрасно работает без каких-либо проблем. То есть мы пренебрегли вот этим вот устройством, fingerprint'ом, который, в принципе, не так важен. И Bluetooth-устройством. Зато теперь у нас есть два полноценно работающих USB-порта. В принципе, на этом ремонт можно считать завершенным. Спасибо вам за уделенное время. Скоро увидимся. Вопросы и предложения, как всегда, в комментариях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok